Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здравствуй, Мишка, друг сердечный, таракан запечный. Сегодня решил написать письмо, так как от тебя все равно ни хрена не дождешься. Насчет жратухи-то я тебе врать не стану. Со столовских обедов шибко не разбежись. Но я тут сделал разведку боем и прикрепился к спецмагазину. Баба на вывеску так себе, но отоваривает хорошо. Когда не придешь, пол-литра да закусь обеспечена. А потом заеду к Дунярке. В прошлый раз я у ей был на Октябрьской. Квартирка из трех комнат. Свекра большая шишка. Ходит по коврам. И тут же в калидоре имеется кабинет задумчивости. Ту и летом называется. В общем, житуха у Дунярки на большой. Имеется задел. То есть беременна. А ты, между прочим, тоже жук хороший. От меня свои шуры-муры с Варварой скрываешь. А тут весь Архангельск знает. Ладно. Я не злопамятный, но узелок завяжу. И передай всем. Егор Ставров овладевает. И скоро его стальная песня зазвучит на зеленых просторах. С трактористским приветом, Егор Ставров. Много. Не перечесть, сколько раз ездила Анфиса в район. И весной, и летом, и в грязь, и в стужу. В любую погоду являлась на вызов. А возвращалась оттуда чаще всего с накачкой, с выговором. И сегодняшняя поездка ей не сулила ничего хорошего. План по лесозаготовкам выполнен на 45 процентов. Да и хлеб обмолочен наполовину. В тот же вечер на бюро райкома Анфису сняли с председателей. А через некоторое время состоялось собрание и в Пикашине. Михаила и еще трех лесорубов вызвали на собрание в Пикашина с лесозаготовок. А на собрании что обсуждать? Картина ясная. Не сбрехали люди. Новый председатель уже выставлен на показ. За красным столом сидит. А Анфиса Петровна в тень задвинута. И когда кто-то сзади зашептал беспокойно. Скажи, скажи, Михаил, разве трудно тебе? Он крикнул босовито. Голосуй. Все ясно. Сколько еще можно назад оглядываться? Квиты. Ты мне насолила. Жизнь разломала. И я не остался в долгу. Сполна рассчитался. Ты чего это, Лизка, в пальтухе? Может, не домой пришла, в гости? Лизка на собрании была, сынок. А, на собрании. В клубе. Вот-вот. Тебя, Лизка, там только не хватало. А еще говорят, обудки нет. Чего же у вас обудка будет, коль вас в каждую дыру тянет? Ну что, посмотрела, как на председателей решку наводят? Вот так. Не копай другим яму. Это Анфиса Петровна яму копала. Кому? Бессовестная. Анфисюшка, родимушка ты наша, желанная. Давно ли еще в празднички причитали? А тут воды в рот набрали. Да уж, Анфиса помогала людям. Да, конечно. Куска лишнего не съела. Я помню, раз на опожню пришла, как раз мы разобрались с едой. Ну, Грунька и говорит. Давай-ка, председательша, угости нас своими колобками. А председательша достала колобки. Никто и не позарился. Тот же мох да древесина. Да, тот и оно. А могла бы и на муке замешать. Ладно, ладно. Обмененной райком. Сказал, ясно? И никакая она нам не минина. Кабы ни Анфиса Петровна. Может, и нас-то сейчас на свете бы не было. Вот. Я говорю, после райкома у нас не принято говорить. Дошло? Ну и что? То райком, а то люди. Райком сказал. А вы бы сказали спасибо, мол, Анфиса Петровна за труды, за твои, за великие, за то, что с тобой все беды на пасти пережили. Вот ты бы и сказала, раз такая смелая. И сказала бы. Да я думала, мужики сидят. Средства заготовок нарочно вызваны. Скажут, не потеряли еще совсем совести. Дура, дура, люди жить хотят. Мало настрадались. За что тут благодарить? Не пожрать, не обуть. Ну, ясно. Обрадовались, новый председатель будет. Чула. Что сказал Подрезов? Надо, говорит, кончать с бабьим царством. Пора, говорит, и у вас подвести черту под войной. Поняла? Черту под войной. Ясно? Ну и что? Не отвалился бы язык, ежели бы и сказали. Да пойми ты, чертова кукла. Надоело людям, понимаешь? Сколько она говорила войну. Вот война кончится, заживем. Вот война кончится, заживем. А как зажили? Где эта жизнь распрекрасная? Так может, теперь с новым председателем получше будет. Понятно тебе, о чем люди думают. Ну и что? Да ну и что же? Она не виновата. Не она одна. Все так думали, все. Все, хватит. Гасите свет. Гаси свет. Что еще за моду взяли по ночам? Со днем сидеть. Гаси свет. Гаси свет. С завистью пухло сердце у Михаила, когда он по вечерам, заглянув в колхозную контору, натыкался на центральную газету. Где-то шумела, где-то шумела большая жизнь, где-то жили крылатые люди-богатыри, которые ежедневно, ежечасно совершали подвиги во славу Родины и красочно рассказывали о них в своих письмах и рапортах. Однажды райкомовская легковуха подкатила к самому дому пряслиных. Дозвольте доложить, тракторист Егор Ставров вернулся с 10-месячных курсов. Ой, здорово, Егор, здорово. Здорово. Здравствуйте. Привет от пинежских чухарей. Ну-ка, держите. Ой, как? Ой, никак глухаря забил. Ага, глухаря. Надо же. Пинежские леса, между прочим, большие. Я-то ты сам глухаря застрелила. А то дядя. Я и хозяина своего втянул. Сам неплохо теперь стреляет, подрезав-то. Бывал, всю дорогу храпит, а теперь только и зыркает по сторонам. С громом ездим. Ну что? Ну, между прочим, гости иначе встречают. Ну что? 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 Ладно уж, ладно. Знаю, что... Знаю, что у тебя нихрена нету. Держи. Бутылку. Держи, держи. Выпьем. Ох, Егорша, Егорша, сопьёшься ты на этой работе. А сельсовет-то мне вот этот на что даден? В этом чемодане, между прочим, не всю опилки. Вот что, братишка, давай выпьем за нового бригадира. За какого бригадира? Не догадываешься? Есть такой дуралом в пикашине, бревно лежачее. Ты давай без загадок. Мы теперь кое-что значим. Я тут как-то подсчитал. Знаешь, сколько я в этом месяце заседал, сподрезывал? А больше всех членов бюро райкома. Не веришь? Верим, верим. Ну, дальше-то что? Погоди. Ну, будьте. В общем так. Завтра принимаешь бригаду. Мама, мама, чуешь, что Егорша наворачивает? Нашего Михаила на бригаду ставит. Да ладно, ну, что он говорит? Чую. А нового председателя колхоза Першина менять не будешь? Ой, верно, мам. Уж, коли ты такой большой начальник, то председателя-то в первую очередь менять надо. Слыхал, что люди говорят? Все Анфису Петровну вспоминают. Да не мешало бы. Мишка, поехали. Поехали, я тебе докажу, что земля имеет форму чемодана. А знаешь что? Давай выманим раечку. Ну, продавцом работает. Неужели на бутылку не разорится? Ну да, буду еще по домам собирать. Ну, подумаешь, гордость. Ну, хрен с тобой. А то поехали к Першину, а? Давно он меня звал. Да за каким дьяволом он мне сдался? И так каждый день глаза мозолят. Да погоди ты, кипяток. Дрог еще называется. А с Першиным, между прочим, советую не ссориться. Не забывай, кто его поставил. Ну и что? А то. Подрезов не таким, как ты, хребет ломает. Порядок, порядок. Поехали. На собеседование к дяде Евсе. Старик приветливый. Забавно послушать. А то, что он религии чокнутый, так ведь мы не старухи, мозги на месте. Ну? Ну ладно. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 А за что? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Упек! Ох, зверь-человек! Царство ему небесное! Уж как он бывал, чьи меня топтал да мял, И заданием твердым обкладывал, И из лесу по месяцам не выпускал, А из-за зря, как потом выяснилось, Тамошняя власть поумнее. С меня вину всю сняли. Не виноват, говорят, отец, А что по лириге живешь, Так это твое дело, закон дозволяет. Ну ладно, ладно. Ну-ка, вот так. Будем. Теперь давай антракт. Что-нибудь в части мурок-урок. Бывало у нас зазерья на эти штуки, Вася. Ножовик, мастак был. Как раз незадолго до войны из-за проволоки вышел. Этот самый заменитый Беломор строил. Ну, который еще на папиросах обозначен. Ну, почнет живые картины на своем теле показывать. Да про этих мурок-урок рассказывать. Ой, Мишка, заслушайся. А кто тебе сказал, Егорша, что я за проволокой был? Как? Да я, ежели хочешь знать, ни одного дня там не был. Нет, ребята, никаких шурок-мурок я не видал. Я со ссыльным листом на чужбине был. Да и то зазря. Тамошние власти, спасибо, разобрались. Все права мне дали. Ну, а по первости-то тоже всякое было. Что уж скрывать-то. Я приехал в поселок на Рождество. Зима, мороз, степь голая. А мне и притулья нет. Как хошь живи, кормись, как знаешь. Да, так было-то. Ну, а потом, когда уезжал, сам председатель уговаривал. Не езди, говорит отец, оставайся у нас. Да обогревай людей теплом. Я все, видишь, печь клал. И до войны клал, и после, когда отпускную дали. Погоди, Евсей Тихонович, а когда же тебе отпускную дали? Разве после войны? Не, не, раньше, еще на первом году войны осенью. А, и ты остался там. Не поехал домой. Ну, сообразил, что дома не коржики с медом. Да по что ты все меня в корыстье-то винишь? Разве я в корыстье живу? Людей надо было спасать от холода. Вот из-за чего остался. Че, 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 че? Вот тебе и че. Ты, Паде, не слыхал, что у нас за Волгу целые заводы перебрасывали, нет? Да, да, завод пересек мне дорогу домой. Завод эвакуирован, на станцию привезли. Поселок надо строить. А мне, значит, чтобы печи класть? Не, говорю, не могу, гражданин начальник. У меня дети есть. Я детей давно не видел. А то, ты говорить не стал. Меня в сани, да на станцию. А на станцию, о, господи, люди, люди, женщины, робятишки плачут, костры горят. Ну, я и остался. Так, значит, добровольно, так сказать, по снознательности остался, да? А уж не знаю, как, а остался. Так, своих робят не увидят. А может, господь бог внушил, а? Ну, что ты, Егор, ну, что ты, понимаешь, ну, что ты в бутылку-то лезешь, а? А то, а то. Он тут на мозги капает, а ты вздыхаешь. Он, дескать, божий человек. Это божий человек, небось, ряху наел. Егор, ну, взгляни, кто у нас в пикашне с таким зеркалом из войны вышел. Ты чего? Да что же это, господи? Зачем это? Зачем тогда ко мне приходить? Я тебя принял, я тебе почет оказал, а ты все мне поперек, все лаем да пыткой. Ты, Егор же, все-таки ты, это, ты думай, 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 что говоришь-то, голова еловая. И ты думай, я в райкоме работал, за какую мелью? В райкоме работал, за колесо райкомовское легковухи держался, работал. В райкоме работал, за колесо, а тебя в бригадиры вывел. Что? Я тебя вывел. Ты меня в бригадиры. В бригадиры. Ты? Я. Да я-то пустято. Подожди, старый. Что? Горно, пустись, руку. Я тебя... Пусти, Мишка. Робята, ребята, что вы, что вы делаете? Нет, нет, ребят, не пушу. Не пушу. Ну, покайтесь друг другу, ну, покайтесь, ладно? Ну, что вы не поделили? Ну, что? Ну, пришли ко мне друзьями, а уходите врагами, ну, разве можно, да? Да пусти ты, мать твою! Ох, нехорошо, Егорша. Матерное слово самое тяжелое. Грешит против своей матери, против матерь Богородицы и против мать сырой земли. Да ладно тебе! Запричитал! Евсей, я тихо ночью, что ты. Да, ну. А ты, Михаил, оставайся, а? Он тебя под свой крест подведет. В первых числах января в Пекашино приехал сын Трофима Лобанова, Тимофей. Тимофей, можно сказать, восстал из мертвых. С первых дней войны не было от него никаких вестей. Но, пожалуй, еще больше взбудоражил пекашинца в приезд Ивана Дмитриевича Лукашина. Как? Зачем пожаловал? Неужели ради Анфисы? Нет, заради вас, с издевкой говорил бабам деревенский плотник Петр Житов. Колхоз подымать приехал. Во всяком случае, стало доподлинно известно. Першина из колхоза забирают. Солнышко стояло еще высоко, когда Егорша спустился в низину, где под черными мохнатыми елями горбился колхозный барак на лесозаготовках. Лизка, че ты здесь делаешь? Чего? Не видишь? Белье плащу. Своё-то белье принес? Ой, не порти порцу. Выдумал в сапожках-то зимой ходить. Белье, говорю, принес. Ой, на бок, уставился. Руки-то не замерзли? Чего? Руки, руки. Да ты че, парень, рехнулся. Вот че выдумал, руки замерзли. Да я сколько лет стираю. И дома, и здесь. На лесопункте всех обстирываю. Смотри, не простудись. Сам не простудись. Может, замерз? Да. Полезай в баньку. Она топленая. Я только что белье там стирала. Да? Да. Лишка, а зайдём в баньку, а? Палец, вот, палец поможешь перевязать. Палец? А где это ты? А? Ой, да ерунда, в лесу поцарапал. Болит? Ну, временами. Ну, ладно. Пойдём, перевяжу. Давай. Егурша, иди сюда, к окошечку. Тут светлей. Ой, ну вот, видишь, замёрз. А я нисколько. Весь день на улице в одном платье. И вот нисколько не замёрзла. Ага, не замёрзла. Горячий, значит. Наверное. Ну, давай, перевяжу. Ух ты. Тихо, тихо, тихо. Ой, узелок-то ещё и нескоро и развяжешь. Вот так вот. Вот. Топором надо разрубать. Я тебе дам топором. Топором. А ты-то тебе так бинт затянул. Феня фельдшерица. Ага. Ей бы не руки перевязывать, а вазы с сеном. Правда, правда? Ой. Ну, вот дрожит, как Лиз Тосиновый. Ещё мужик называется. Лизка. Погоди. Лизка. Ты чё? Ну, Лизка. Пусти. Ах ты. Сдурел, что ли? Ну, 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 дура набитая. Тихо. А ты чего это? Ну, ну, ну. Ой. Ну. Ну, 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 что ты? Ну, всё, всё. Право, люди. Не подходи. Ну, всё, всё, всё. Ну, дура. Кто людей на любовь кличет? Тихо. Лизка, молчи. Не подходи. Всё, всё, ушёл, ушёл. Я ему стираю. Сколько лет стираю. А он вот что надумал. Рожа бесстыжая. Скажу Мишке. Всё скажу. Ой, да ладно. Нашла чем стращать Мишкой. Молчи. Ещё он в газету объявлений. Давай. Ой, какая беда на свете случилась. Семнадцатилетнюю кобылицу пощупали. Всё, всё, молчи. Мишке скажу. Всё, всё. Мишка, рожа твоя бесстыжая. Лизка, кончай бодягу. Всё. Всё, ушёл, ушёл. Слышь, у тебя ведь обед не варен. Что люди-то скажут? Слушай, бестолочь, ты хоть людям-то скажи, что, мол, угорела в бане. Лизка. Лизка. Слышь. Я тебе платье куплю. Да. Да. У нас он талон скоро будут давать. Ей-богу. Лизка. Лизка. Ну, всё, всё. Всё. К вечеру немного пристыло, и Михаил решил, немедля, сегодня же ехать за сеном на среднюю синельгу. И так, куда ни сунься, за что ни возьмись, везде не хватает работящих рук Михаила. В контору вошёл Кузьма Кузьмич, начальник сотюжского лесопункта. Кузьма Кузьмич, какими судьбами? Здорово. Здорово. Здорово, Михаил. Худо. Очень худо. Зимой из-за снегопадов присели, а сейчас опять весна, за полозья хватается. Ничего, ничего. Вывернешься, Кузьма Кузьмич. Да надо бы вывернуться, надо бы. Вот, тракторишка на отдыхе стоит. Его бы охота к делу приспособить. Это тот, Егоршин. Тот, тот. Опытный. С осени он нас крепко выручал. Да. Ох, вот тебе от дружка, махорка. Ишь ты, с чего бы-то мне. Может, чайку? Кузьма Кузьмич. Нет. Согрею? Нет, не до чая мне. Выговорок получил. Тепленький еще. Хорошо греет. А ты, Миша, не обзавелся еще этим товарцам? Да пока нет. Ну и хорошо. Хорошо. Это нас, Пеньков Трухлявых, все время подпирать надо. А вы, молодежь, другое дело. Да. А что же с мужиком-то сделали? С каким мужиком? Да с Тимофеем Лобановым. Встретил. Качается бедный. Едва ноги волокет. На Марьиных лугах я его встретил. Идет в районную больницу. Идет еле-еле с колом в руках. Ну и что было делать? Пришлось мне завернуть лошадь. Да подвезти беднягу. Этого беднягу не подвозить надо, а судить. Ну по что ты так, Миша? А по то, что дезертир лесного фронта. Кто ему давал направление в больницу? Так ведь он... Да, а ты еще хочешь, чтобы мы его на лошадке катали? Да нет, Тимофей Лобанов не дезертир. Не из таких. Не из таких? Вот как? Да. А ты, может, Кузьма Кузьмич, не веришь, что он в плену-то был? Да ведь плен-то... Это дело такое... Какая ж война без плена? Я сам в 21-м в плену у поляков был. Это смотря какая война. В нынешнюю войну все насмерть воевали. Так ведь он... Да, да, и надо еще доказать, кто как сдался. Но за Тимофея можно не беспокоиться. А откуда это тебе известно? Ты с ним там был? Я... А может, он сам о геройствах своих рассказывал? Не рассказывал. Всю дорогу молчал. А фактики у меня есть. Есть фактики. С 25-го года знаю Тимофея. А война у нас была, нет? Война? Была, говорю, война. И что бы мне сказал отец? Ежели бы я всякого изменника по головке гладил. Ну, Михаил, это и хватил. Было это вечером 24-го апреля. А ровно через три дня, тоже вечером, когда Михаил приехал с сеном синерге, первое, что ему сообщили на конюшне, Тимофей Лобанов умер. Умер во время операции от рака. Ветер дул с севера, стервенело. Пинега, зажатая холодом, еще не освободилась от льда, стонет, мается, как роженица. А протолкнуть лед не может. Накануне сева, после поездки в район за телом Тимофея Лобанова, Михаил больше трех недель не вставал с постели. Горячка. И он, Лукашин, без него, как без рук. Есть кто дома? Заходи, открыто. Сидишь? Давно бы так. А то лежишь, всех пугаешь. Чего это ты, не пойму, мастеришь? Да, это давно у меня задумано. Косовище к ребящим коскам. Надо бы мне в этом году свою орду на пожню вывезти. Далеко заглядываешь. А я вот не знаю, и весна-то будет ли. Да будет. Куда деваться-то? Спустим все семь потов, которые положено спускать за посевную. А тебе курить можно? Можно. Ну, держи. Раз не подох, то можно. Спасибо. Надо привыкать к жизни. О, хорошо. Ты зря, между прочим, из-за Тимофея убиваешься. Тимофей был обречен. А кто его обрек-то? Кто? Кто? Война. Война. Этак рассуждать, все можно. На войну свалить. А что ж, война мало натворила. Тимофея не война в лес загнала, а люди. Меня плен этот проклятый с панталыку сбил. Думаю, вот так. Отец у меня за родину погиб, а ты, гад, всю войну шкуру в немецком тылу спасал. А может он и в плен-то не по своей воле попал. Может его раненого взяли. Может так быть? Ну, может. Да ты не казнись, Михаил. Не ты один не разобрался в Тимофея. Я тоже не разобрался. Да вот, кто меня сбил окончательно? Это второй секретарь райкома. Шумилов. Ну, секретарь райкома тоже человек, и он может ошибаться. Ну, значит, я, я должен быть умнее секретаря. Что, не так, что ли? Секретарь может ошибаться. А поди, скажи ему об этом в то время, когда он ошибается. Ну, ты, пожалуйста, успокойся. Тебе вредно так волноваться. Твой, между прочим, бюллетень слишком дорого обходится колхозу. Ну, мне пора. До свидания. Былай. Спасибо, Иван Гмельич. Иван Гмельич.